Всем привет! Утро четверга. Тимоха у нас в школе. Варюшка еще спит. Поставила куриную грудку в духовку с приправками, с горчицей, со сметаной. А сейчас время попить кофе. КОНЕЦ Мы с варюшкой вышли погулять. Дойдем в перекресток. Идем шагаем? Да. Легко оделось на случай того, что если варюшку придется на руках нести. Не стало тепло одеваться. Вышли с магазина? Варюшка идет, поет? Йогурт купили? Да. Татя шоколадная, а у меня розовый. Татя шоколадная, а тебе розовый? Да. Понятно. Осторожно, лужи. Вышли, уже на улице темнеет. Пришли с перекрестка. Варюшка тут башню строит. Дочь, давай покажем, что купили. Давай. Варюшки с тимошкой йогурты. В прошлом влоге как раз показывала, что в перекрестке частенько бывают акции. И вот еще раз покажу их в час. Смотрите, 67,90 стоила сметана. Сегодня я взяла со скидкой 50% за 34 рубля. Сегодня 12 числа. Дата изготовления сметаны 3-я, 0-3-я. Годная она до 17-го числа, то есть еще 5 дней годная. Сейчас, доченька. И вот я взяла 2 сметанки. До 17-го мы ее по-любому съедим. Время еще есть. Потом масло 109,90. Ворог 2 пачки по 63, что ли, рубля. Так, ряженка 29,90. Подсолнечное масло 69,90. И молоко. Молоко 50 рублей 90 копеек. 4 пакетика взяли. У нас суббота, выходной. Хочу показать, как мы ждем Баби Борна. Варюшечка его прям ждет с нетерпением на свой день рождения, когда же ей подарят. Посмотрите, как она раскладывает вещички. Она сама так аккуратно все складывает. И говорит, это для моего Баби Борна. Все разложила, так все аккуратненько. Я прям, знаете, если честно, умиляюсь. Ботиночки тут положила, тарелочки, горшочек и пузыречек. Так, Варюшка ждет своего малыша, свою малышку, 31 марта. Боня. Боня пришла? Так мило. Правда, очень мило. Боня. 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 У нас вечер, и мы решили шурму приготовить. Шурму готовлю, если честно, впервые дома. Приготовила в духовке куриную грудку с приправками. Нарезала пекинскую капусту. Нарезала огурчики тоненько. Лаваш сегодня свеженький купили. Две такие упаковочки. Салат из моркови по-корейски. И еще сметану намешала с чесночком. Это типа соуса у нас будет. Сейчас покажу, как я сегодня ее буду готовить, нашу шурму. Разрезала лаваш, девчат, на такие пластиночки. Резала обычными ножничками. Первым делом наложу соус. Получается, раскладываю соус на кусочек лаваша. На часть лаваша. Выкладываем мясо. Я в кастрюлю. Лаваш. Любишь? Можно? Да. Посыпем огурчиками. Посыпем чуть-чуть пекинской капусты. Пекинскую капусту немножко подсолю. Заворачиваем. В интернете советуют на сковороде шурму нужно прогреть. Но я сделаю это в духовке. Пять штучек шурмы получилось. Сейчас разогрею духовку и минут на 15 при 180 градусах поставлю. Надо, чтобы все продукты внутри шаурмы прогрелись. А еще решила сегодня приготовить беляши. Купила полкило дрожжевого теста. Тесто я всегда дрожжевое покупаю на беляши. Разморозила почти 600 грамм фарша. И 11 беляшиков у меня получилось. Сейчас буду жарить. Приготовилась наша шаурма. Я ее разрезала пополам. Смотрите, как получилось. Здесь без корейской морковки, с пекинской капустой. А здесь уже с корейской морковкой. Мофе, мне кажется, у тебя с пекинской капустой смотришь. А это какая? Беленькая, как ты и хотела. Тимошенька пробует, дегустирует. Горячок. А у нас тут беляшики уже подоспели. Сейчас дочь дам беляшик. Вторая партия жарится. Сегодня у нас не совсем полезный ужин получается. Беляши, шаурма. Теста много. Сегодня поедим. Мама нам солила капусточку. Угощала нас. Салатик покушаем. Соленая капуста. С льняным маслом. Вчера готовила тефтели. Сейчас тефтельки поедим. Без гарнира. И как раз с чаем беляшики и шаурму. Детки у нас уже покушали. Варюшка сегодня с прическами. Да, доченька? Да. Волосики в глазки не лезут. Смотри, где внизу, видишь? А Варюша продолжает Бэби Борн ждать. Она перестирывает одежку для Бэби Борна. Да, я тут юбочку стирала. И шапочку. Сейчас буду стирать чешочки. Чешочки будешь стирать? Да, они помещаются. Нормально. Нормально? Помещаются? Ну, хорошо. Отличненько. Так, так, так. Вот. Угу. Ох, как. Порошок положила? Да. Молодец. Ну, умничка. А теперь ты знаешь. Умница. А Тимоха в спальню. Сейчас постирайте, я пока сколько вытащу. Да? Да. Мы с папой кушать пойдем, ладно? Постирались. Постирались? Ой, дверка отвалилась. Пап, дверка отвалилась. Всем привет. У нас воскресенье. Мы сейчас ездим в магазин. Спортмастер надо Тимофе забрать плавки на лето. Со скидкой заказывали. Потом к маме заедем. Дети хотят на китайский рынок заехать. Игрушки. Какие-нибудь там слаймы или что-то еще купить. Я сегодня одела весеннюю курточку. Осеннюю. Уже на улице тает все. Можно немножечко потихонечку одеваться в легкую одежду. Сегодня решила заплести косичку. На днях надо будет сходить постричься. Марюш, покажешь, что мы взяли? На вьетнамском рынке взяли три кота. Кота себе там. Геймор в дверь? Да. Да. Тимофе себе пистолет выбрал. Китайских товаров набрали. Поедем домой. Клад боярный. Склад тут сколько ключей. Так это не колико? Да? Посмотрим. Посмотреть, что мы купили. Ага. Доброе утречко у нас в понедельник. Мы с Варюшкой вдвоем дома. Варюшке варю яички. Буду кормить завтраком. Сама, наверное, чайок тоже попью. И хочу поставить куриную грудку в духовку. Это у меня палочка-выручалочка. Куриная грудка в духовке. Или вареная. Сегодня я куриную грудку буду печь в соусе. Сметана, чеснок. Горчица. И приправы добавила по вкусу. Сейчас накрою фольгой и в духовочку на часочек. Знаете, куриная грудка у меня как палочка-выручалочка. Порезать салат на обед, на завтрак, на ужин. Можно с куриной грудкой, с овощами. Это прям, так сказать, сытно и вкусно. Поэтому я ее частенько готовлю. А также у нас ее и детки едят, например, с гарниром. Любят лапшу и порежу кусочками куриную грудку. И также они кушают. Грудка запеченная в фольге всегда сочная. Сегодня у нас по плану лечения зубов. Игорек у меня как раз у стоматолога. Я чуть позже поеду к стоматологу. Варюшку покормлю. Сама, возможно, чаек попью. Немножечко успею, возможно, прибраться. Ну и все. А по приезду обедать есть что. Кушать не надо на обед готовить. У нас вечер. Съездили сегодня к стоматологу. Мне сегодня ничего не лечили. Просто пришла на консультацию. Так как времени на лечение моего зуба нужно больше. Больше часа, как стоматолог сказала. Она меня перезаписала на другое число. В два захода, как я поняла, будем лечить. Чуть позже с Игорьком мы будем ужинать. Детки у нас поужинали. Арахис вот таким образом я жарю в духовке. Нагреваю духовку до 180 градусов. Потом убавила где-то до 160 градусов. И знаете, ориентируясь на цвет арахиса, как всегда по-разному он у меня жарится. Иногда 30 минут, иногда 45 минут, иногда до часу даже. Потому что я духовку вообще сильно могу убавить. Вот таким образом я деревянной палочкой перемешиваю его. И пробую, когда он будет готов. То есть до готовности. Сейчас достанем несколько штучек. Горячо. Сейчас остынет, попробую. В школе скоро начнутся каникулы. Это хорошо. Можно будет отдохнуть. Быстро, конечно, четверть пролетела. Так как школу закрывали на карантин. Четверть получилась небольшой. Время быстро очень прошло. В апреле месяце у нас начнется сдача экзаменов. Всероссийская проверочная работа. Это как в старших классах ЕГЭ. К апрелю мы будем с Тимохой готовиться. За каникулы будем еще раз все повторять. Кажется, вот-вот Тимох пошел в первый класс. А уже 4 школьных года почти позади. Ну, на этом, наверное, мои хорошие, буду прощаться. Спасибо, что посмотрели этот влог. Всем удачи и хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»